А у тебя в социальных сетях-то в основном? Где? Где? Кто в социальных сетях? С кем в основном? Ну, одноклассники, родственники. Знаете, я что-то испачкался, принял эту семечку. У вас нет салфетки? Есть. Ты знаешь, что с этим делать? На. Понятно. Так, ну такой дурацкий вопрос. А ты учишься-то хорошо? Ну, одна тройка. Это вот в колледже? Да. Одна тройка, а остальные четыре-пятяки? Да. Ну, это одна тройка тоже можно будет убрать. Это в смысле исправить? Ну да. Или потереть? Нет. Исправить. А тройка почему? Тройка по обществу знания. А счёты? Ну, у нас учитель не понимает меня. А в чём? Какие проблемы они понимают? Ну, проблемы не всё, как он хочет, я делаю. Ну, ваше общество знания, это же такой предмет. Ну, в школе у меня была пятёрка, а здесь у меня тройка. А на чём вы не сошлись-то? На какую ходить? Ну, он уже старенький дедушка не понимает меня. Ну, я делаю как он, прихожу, показываю, он говорит, опять что-то ему не то не нравится. А ты вот что пишешь, а он что хочет? Ну, конспекты пишу, домашние задания дают. Ну, я понимаю, но вы же, наверное, там не сходитесь по какой-нибудь теме. Ну, нет, не по какой теме, просто он говорит, сделать, а делаю, подхожу, он мне говорит, опять не так. Ну, это не только ко мне, он этот ко всем вот так. Ну, у нас в колледже, наверное, у трёх-четырёх человек, что, четвёрки-пятёрки. Ты то, девочек, наверное. У всех тройки. Тоже такой дед такой. Да, ну, там же за 80. Да ну? Да. Чё, правда? Да, 80, наверное, два. Да, ну, понятно, что с ним взять. А из основных предметов вообще, ну, как бы, вот, то, чего тебе больше, ты считаешь, самое важное, и то, чего больше тебе даётся, вот, это, как бы, какие предметы? Математика, физика. Ну, ещё сейчас скажу, какие. Химия, наверное. Математика, физика. И это пятёрки. Математика, пятёрка, физика, пятёрка, химия, четёрка. Ну, физкультура ещё. Ну, физкультура это у всех, наверное. И чё у тебя там? Пятёрка. То есть, то, что ты занимаешь хиглосингом, там, в теннис играешь, как бы, оно даёт себя знать. Да. На физкультуре. То есть, такая... Ну, на физкультуре я не ходила один раз. Ну, в этом, я болела, у меня гайморит был. Ну, где-то недели-две не пошла, у меня оценок не было. Ну, мне учитель по физкультуре сказал, у меня в теннис обыграешь пять поставлю, я обыграла, мне пять поставил. Он не поддавался? Нет. Ну, у тебя резерв есть, потом ты обыграешь в футбол, а так дело дойдёт, да у меня давает. Нет. И ты его обыграешь, у тебя обеспечена гарантия... Годовая. Ну, а вот эти-то... Так, у вас сейчас идёт физика, химия, общий предмет, то есть, вот какие-то такие специфические программирования, там, прочее началось? Нет, это, я думаю, со второго курса будет. Со второго курса. Слушай, какой у тебя характеристик, а почему не сходился? Ну, не знаю, не сходился так. Вот с какими у вас там? С учителями, ну, по-русскому мне тройка была. Ну, а ты грамотно по-русски? Ну, как сказать, ну да, грамотно, ну, правила всё знаю, но пишу на четыре там диктанты, иногда бывает редко на три. Вот помимо музыки и вот таких точных предметов, ты вот так что-то ещё, ты что-нибудь читаешь? Ну, ты вообще читаешь книги? Ну, да, редко бывает. Ну, типа, есть любимые хоть одну? Ну, которые понравились больше? Редко книги читаю. Ну, сейчас мало кто книги читает. А. У вас вообще на рынке... Ну, я книги читаю только эти, которые задают, а так вот сам, чтобы книгу взялось, прочитал редко, только что задают, читаю. Ну, задают как учебники или имеешь в виду по литературе? Ну, по литературе там задают какое-то произведение прочитать. Ну, что, последнее? Последнее? Да. Ну, последнее я прочитал «Война и мир». А, это мы обсуждали, но в сокращенном время. Да. Ну, это вообще круто. До этого еще читал, там, «Преступление и наказание». Такие произведения. Все «Преступление и наказание» очень скучно, не показалось. И нереально. Да нет. Ну, я прочитал где-то в стране 20, а половину там фильм посмотрел. Ну, и что-то про это думаешь, что насчет бабки-то оценичатся. В целом вообще. Про кого я думаю? Ну, преступление и наказание. Про это. Ну, человек хотел доказать свою теорию, но ему никто не поверил. Ну, теорию доказал, что... Теорию создал такую. Что, убив человека... Сейчас вспомню, что там было. Да ты своими словами сам как думаешь. Блин, сейчас вспомню. Убив человека, ну, это не как преступление будет, а... Блин, я не помню просто точно, что было написано. Да точно не надо. Ты вот сам как думаешь? Ну, хотел теорию... Хотел преодолеть себя и доказать... Доказать свою теорию. Теорию в том, что он превосходит других людей. Да, что он может убить человека. Тем самым превосходит других людей. Ну, да. А ты сам почему-то по этому поверил? Ну, я думаю... Вообще, при каких обстоятельствах можно убить человека? Только защищать. Ну, только защищать, наверное. Или, например. Ну, убить, я думаю, только защищайся. А там побить можно по-разному. Не только, это, обороняйся. А когда можно побить? В любой момент, когда захочешь. Но это только кто кикбоксингом занимает? Да нет. А тебе приходилось кого-то убить? Ну, да. Один на один? Или в коллективе? Нет, один на один. А к тебе приставали? Ну, да. Или ты сам можешь приставить? Нет. Я не приставил никогда. А были случаи, когда тебе приходилось, что пришлось применить вот то, что ты... Ну, много месяцев там обзывались. Ну, расскажи. В школе было это. В классе. Седьмом, наверное. Вот там обзывались на меня все дела. На уроках тоже, это, издевались. Ну, один раз тоже что-то сделали мне вроде. В сумку что-то засунули, я не помню что. Вроде булочку засунули в сумку. Ну, я разозлился и побил его. Прямо во время урока. Прямо во время урока? Да. Сорвал его? Да. А булочка, ну, булочка, разве так страшно? Булочка еще не дохлая кошка? Ну, как бы это не прям так страшно, но до этого же были еще такие подлости, которые мне делали. Какие? Ну, там, прятали портфель, как сказать. Еще что-то. Ну, смотри, в аргиз, вот прятали портфель, вот я, мне кажется, трудно вспомнил. Давно это было, но прятали портфель, как бы. Что? Какой неадекватный класс был? Неадекватные люди. Интереснее намного. Друзья новые появились. Ну, какая-то такая дружба уже. Ну, да, к дружбу. В Берлиарс ходим. В теннис? В теннис? В теннис я только в колледже играю, но еще редко хожу в спортивный зал. Ну, редко. А так в колледже. Играю, чтобы фору не терять. А если ты учитель физкультуры обыграл, то так очень неплохо играть? Ну, да, неплохо играю. Ну, я почти занял третье вроде место или четвертое. Если бы занял второе, то поехал за колледж играть. Я занял там третье или четвертое вроде. Это про колледж? Да, там в колледж. Ну, вообще в соревновании участвовали вроде человек 25. Я занял четвертое вроде. Это единственные твои по теннису соревнования были еще годы? Нет. У меня вот когда я занимался, там очень много ходили. За школу много раз впадало и тоже ходил. Ну, там как бы профессионалы играют лет уже, наверное, 10 тренируются, там их не обыграть. Это в теннисах, а в других соревнованиях по китбоксингу ты участвовываешь? По китбоксингу? Давно. Не, не участвовал. Мне вот хотели взять, я вышел с китбоксингом. И сейчас опять начал заниматься, потому что у меня там проблемы были. Какие? Нет, просто оттуда просто у меня временно уходило на это. А, ты сам, ну, как бы родители писали? Да, вышел, а сейчас опять начал ходить. Потому что сейчас все хорошо идет? Да. Сейчас болею, сейчас не хожу, тоже пока что. Как болею? А-а-а. На гайморе час. Соги на гайморе? В школу? Да, хожу. А вот, Варгиз, ты вот ходишь, ну, так, с большим удовольствием, чем в школу? Да. То есть у тебя нет проблем, утром встать, о, снова в колледж. А раньше встать, о, школа. Ну, в колледж я хожу. Ну, в школу я не очень хотел ходить, потому что там преподаватели, ты этот, одноклассники, не очень хотелось. А здесь, ну, мне нравится ходить в колледж. Как в школу я не хожу. Ты же хочешь удовольствие? Да. Ну, иногда, когда не высыпаюсь, там, опаздываю. А не высыпаешь, сколько тебе надо проспать, еще бы спать? Ну, я не знаю, если, например, в четыре лягу, в семь стану, не смогу в семь стать. Ты отказываешь еще от идти в колледж? Нет, не отказываю, где-то второй по ряду. Ну, это большое дело, я бы отказал. А это самое, а до четырех, это в смысле, в сети, в компьютере? Ну, у меня вот каникул были, даже до шести сидел. Заигрывался, да? Так, ну, еще, может быть, что-то на компьютерах, посмотрим, как-то переместимся. Ну, господи, где-то в компьютерах. Ну, а я знаю. Тверские ведомства. Давай, и сайт будет уже, наверное, после завтра. Давай, и сайт будет уже. А у вас один компьютер? Да, нам не нужно. То есть проблема? Своё? Да. Сейчас. Он подделал, там слова некоторые. Сейчас. Конечно. Чувствуй себя как дома. Время за полночь. И мне осталось стрелы и пес. Он поступает в защите. Опустились руки. Поднялись корни. Монету на удачу. Руку чёрным строгнем. Песня. 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 Будет всем всегда, всегда Я сначала попробую на джинсах Если будет очень смешно, то он перебил Не, порой я Будем делать? Будем, нет? Фокус делай Сейчас своё, может вспомню ещё На, два, два Три штуки, два, пойдём Сейчас Сейчас, не знаю, сейчас, правильно? У вас перемещение монет Слышно? Монеты должны перемещаться Салфетку сюда Монеты под полоток Ты уже рассказываешь, как это делается? Нет Показал Берём другую монету Монету под полоток Сейчас вот так находится И здесь есть И здесь есть Так ты напёрстучник А? Так ты ж напёрстучник Не помню Напёрстучник Может быть даже и напёрстучник Ещё один интересный фокус знаю Сейчас покажу Сейчас подумаю, какой ещё есть фокус Мы обозначим Мы обозначим Набирай Сейчас Вес он наберёт, он вам даст Да И учим Может быть здесь они? Может быть здесь они? Ну, мы с Лёмком перекусилку будем Куда их громады только нашли у них? Принёс Принёс Расскажи Это грамота по словам многоборья Это пресс скачать Лучше всего Пресс это Это по прыжкам на скакалке Тоже первое место в школе Да И чё там Участал в конкурсе кунгуру По математике Это конкурс такой По всей области проходит Цветы глаза Цветы глаза Цветы глаза Как ты разберешь ты можешь пройти